Перед тем, как выйти вечером на ночную прогулку, он прогревается в Ростове. Познакомиться с таким человеком – заветная мечта любого, не только первоклассника. Его знают несколько поколений россиян. Своё воскресенье без позывных программ в мире животных мало кто представлял. И вот сегодня легенда перед классом. Я рад с вами познакомиться. Знакомьтесь, его ученик – юный биолог Артур Гарипов. Его жизненный принцип – люби и береги окружающий мир, и мир ответит тебе взаимностью. Надо помогать природе размножаться. Оберегать и защищать природу – дело всей жизни Николая Дроздова. Семь лет назад именно он, без слов, но громче всех заявил о проблеме исчезновения амурских тигров. Сегодня он снова затронул эту тему совсем маленькими любителями дикой природы. Законы об охране природы, которые должны быть всегда рассмотрены в Думе, где распределяются какие-то проблемные зоны и где надо принимать какие-то меры. Утилизируют мусор, по книгам познают биосферу земли и происхождение амфибий. Экологическое воспитание должно начинаться с пеленок, уверен Николай Дроздов. И появление такого класса – большая радость для человечества. Бумажки, обердки, наживал, плюнул. Это уже нарушение экологических законов. Дама пришла к психологу детскому и спросила его, что у нее ребенок уже два года, не пора ли начинать его воспитывать. Он сказал, что вы опоздали уже на два года. То есть с самого рождения это надо делать. Этот класс стал экологическим лишь три месяца назад, но уже сейчас он оборудован всем необходимым. В школе недавно появилась и предносная лаборатория. Как мы видим, здесь есть экспонаты с жуками, с растениями. Также есть и микроскоп. Правда, он еще не распакован. Как только урок со знаменитым зоологом закончился, ребята приступили к подготовке к следующему уроку биологии. Мир большой, а значит есть столько неизведанного. Динара Камалова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова